Всем привет! Немного новостей на утро 15 сентября. Чем же закончилась драма в отношениях Кристины и Вани? Как вы помните, вчера Ваня ударил Кристину по руке, они ехали в авто и Ване что-то не понравилось. Кристина подобного обращения не стерпела и призвала, или призвала, и призвала ведущих выгнать Барсикова с проекта. Ваня говорит, что расставаться с Кристиной не хочет, своей вины не чувствует, что девушка раздувает из мухи слона, она не может жить без драм. Ну и каково же решение ведущих касательно Барсикова, который нарушил правила проекта? Вчера на лобном долго эту тему мусолили, и ведущие вынесли решение отправить Барсикова за ворота на три дня до понедельника. А к понедельнику организаторы подумают и вынесут окончательный вердикт. Непонятно, почему финальное решение оставили на понедельник, что к этому дню поменяется. Я понимаю, конечно, что на проекте никуда без интриг, которые повышают рейтинги, но почему за удар по руке такое серьезное наказание? Почему просто не посадили в изолятор? Может быть, нарушение было все-таки более весомым? Тем более, что Кристина всегда была мягкой в отношении Вани, а тут она так категорична. Все-таки, видимо, сильно провинился. Ведь только накануне они праздновали полгода отношений, Ваня признавался в любви, обещал скорый развод, предложение руки и сердца. Они даже обсудили, брать ли Кристине фамилию будущего мужа или оставить свою супернеобычную. Есть такое мнение, что Барзиков просто уехал в мини-отпуск по делам, в понедельник вернется. И как великие актеры, ребята разыграли такую комбинацию на усладу зрителям. Мы ведь и любим зрелище. Дело тут не в руке, а в давно составленных планах Барзикова. Но хочется, конечно, верить, что там все по-настоящему. Вот утром Кристина написала, что их дороги расходятся. Я всегда отдавала себя без остатка, потому что искренне любила, хотела семью, но не такой ценой. Мне нужно было принять кардинальное решение, так как некоторые вещи недопустимы и непростимы. У нас нет уважения, взаимопонимания, доверия. Но при этом она просит не писать Ване гадостей в инстаграм. Я вас прошу, не лейте на Ваню грязь. У каждого из нас своя дорога теперь. Я отпускаю его раз и навсегда. Она понимает, что Ваня ее не любит. Не просто признаться себе, что тебя не любят. Я же долюблю тебя до тошноты и перестану. Обещаю. Ребята смеются над новой прической Алены Опенченко. Барзиков и Козлов даже сделали такое сравнение. Но потом Миша переиграл и на камеру сказал уже, что его девушка самая красивая и стрижка тоже супер. Алена Савкина отметила полгода со дня рождения второго сына. Первые недоюбилеи по традиции отмечали в ресторане. Были крестный малыша Иосиф Аганесян, женой и сестрой жены Захар Саленко, который уже восстановился после трагичной истории. Когда его избили в ночном клубе и после врачи заново по кусочкам восстанавливали челюсть. Был Сахнов, приезжал и папа именинника Илья Семин. У всех инстаграмщиц ныне хорошее настроение, ведь власти решили, что инстаграм стал вести себя хорошо и обещают его разблокировать. Прошел целый месяц после расставания Майи и Алексея Купиных, но девушка все переживает. Вчера она даже поплакала в объектив смартфона. Прошел месяц, как мы расстались, и ночь у меня накрыла. Я вспоминала счастливые моменты, плакала, было грустно. Хотя то, что происходит сейчас в моей жизни, мне дико нравится. Люблю ли я еще? Не знаю. Вроде меня отпускает. Хочу ли я все вернуть? Нет. А что ж тогда спрашивается плакать? Это все новости на данный час. Продолжение обязательно следует. Подписывайтесь, будем сплетничать. И приглашаю всех на мой второй канал с детскими авторскими песнями.